Разбор для проекта songtime.ru Всем привет! Итак, давайте сразу перейдем к разбору. В интро, вот в самом интро играется вот такая фигура. Она очень простая. Указательным пальцем зажимаем пятую струну на пятом ладу. Играем ее и потом зажимаем ту же пятую струну, лучше безымянным пальцем, на седьмом ладу. И вот играем просто такую ритмическую фигуру. Это все легко, самое сложное начинается потом. Ну вот это вот. Итак, что мы делаем? Указательным пальцем зажимаем пятую струну на седьмом ладу. И средним пальцем зажимаем третью струну на седьмом ладу. Сначала мы сыграем в более облегченном варианте, и потом уже перейдем к тому, как, ну вот в принципе, в оригинале играется. Итак, играем два раза пятую струну. Быстро. Далее играем третью струну. И потом третью играем на девятом ладу. Далее играем пятую еще три раза. Потом опять играем третью на седьмом, третью на девятом. И опять играем пятую три раза. Далее указательный палец сдвигаем на пятый лад. То есть на пятой струне пятый лад. Немножко неудобно держать, но придется. И играем все то же самое. Только вот у нас теперь пятая струна на пятом ладу. Потом указательным пальцем зажимаем шестую струну на седьмом ладу. Играем все то же самое, только уже от шестой струны. И потом меняем позицию. Нам просто нужно зажать шестую на восьмом ладу, но так это сделать неудобно, поэтому немножко поменяем позицию. Зажмем шестую струну на восьмом ладу средним пальцем, а ту третью струну, которую держали, зажмем указательным пальцем. Все то же самое играем. Теперь перейдем к более оригинальному варианту Ну вот к этому Мы в принципе левой рукой играем все то же самое Но правой мы делаем все удары вниз И просто мы еще бьем по заглушенным струнам То есть у нас получается, допустим, первый аккорд Мы бьем по шестой, пятой, четвертой, третьей струне Ну то есть по этим струнам Но шестая и четвертая струны у нас заглушены А эти должны звучать все то же самое Те же самые сначала два удара Потом удар на седьмом ладу, третья струна Только мы бьем вместе еще с пятой, попадаем по ней И потом вот это вот на девятый лад идем мизинцем Далее все то же самое Сдвигаем наш указательный палец на пятый лад Играем все то же самое Потом на седьмой лад, на шестой струне И далее также меняем позицию И все играем, все абсолютно одно и то же Только небольшая заметка есть Вот в первом аккорде можно, в принципе, попадать по шестой струне Потому что она будет в октаву Но дальше уже нужно глушить шестую струну Ну, естественно, вот на втором аккорде На этом урок закончен Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем спасибо, пока! Всем пока!